здравствуйте друзья у нас сегодня тема такая о нестабильности стабильного я просто столько лет сколько мы в америке живем там 25 до знал что есть профессии которые всегда востребованы вот на расхват что называется вот в частности например медицинские вот сетями медсестры разного разного уровня квалификации и в разные ситуации в разные времена когда какие-нибудь знаете случались рецессии люди теряли работу войти многие уходили вот в нерсинг про паралегалом помощником адвоката . как когда-то считалось там популярным потом их перепроизводство стало очень большое тут еще на тех элемент добавляется разочаровавшиеся войти люди многие они говорят вот надо делать то что никогда не уйдет в офшор вот паралегал не уйдет в офшор нерсинг не уйдет в офшор у нас население стареет у нас все больше и больше процентов людей которым требуется уход и так далее так далее и все эти аргументы мы как бы слышали вот вот последние 25 лет и мы не только слышали но мы видели что люди которые в медицине они находят работу и в общем как-то ну я бы сказал без особых каких-то вот там терзаний а тут буквально вот пару дней назад там обратилась знакомая со словами что если мы знаем кого-то кто работает в медицинской сфере то может быть мы поспрашиваем потому что у нее там есть в общем родственница которая закончила сейчас и получила квалификацию registered nurse это высокая квалификация достаточно высокая квалификация и как мне сказал один из людей которым я обратился за помощью значит человек это сказал ты понимаешь чисто технически если ты посмотришь на статистику сколько там вот нужно нерсов registered nurse и сколько реально работает то получится что вроде как их не хватает с другой стороны получается что вот работы сейчас нет и какие-то советы мне для девушки дает вот пусть они там там заполнит форму а ты давай мне резюме я может быть кому-то отнесу другие говорят я от резюме отнести не могу кто же там такие люди работают что если отнесут так они на зло сделают но еще такие всякие разговоры но вот просто для того чтобы представляли себе масштабы мире производства нерсов многие пошли в это дело вот буквально в последний кризис да когда люди теряли работу и вот значит вот сейчас это перепроизводство произошло явно значит и вот женщина работает в госпитале родильном отделении и она говорит что был митинг у них недавно и там рассказали что было пять позиций освободил и вот на эти пять позиций они объявили ну тип как конкурс я не знаю как у них это работает в тонкостях но вот объявили что есть пять позиций пришло 400 400 заявление они по бумагам по документам по резюме из 400 от отобрали 16 с кем поговорить и из них уже 5 реально везде о них проинтервьюровали и 5 реально нами и практически все с кем я говорил я рассказывал с тремя мне сказали что трудно найти позицию где требовалось бы меньше двух лет опыта и конечно если есть выбор так чего же брать меньше когда есть и два и больше поэтому вот такая интересная ситуация я думаю что на самом деле она не так страшно как вот это вот пропорция четыреста шестнадцать пять я думаю что если в двадцати местах открылась по пять позиций например то все-таки позиции было 100 и те же самые 400 человек шлют свои заявления на все вот эти 100 позиций то есть может быть там соотношение все-таки не не 400 к 5 позициям а может быть 400 к 100 позициям но все равно это достаточно грустное такое соотношение и тут еще один элемент значит нет уверенности но вот некоторые люди сказали что если бы например не в калифорнии а вот куда-нибудь уехать ну например там я не знаю назывались там разные штаты такие как удаленные вот если туда поехать то вот там не просто их не хватает а там даже платят больше чем в калифорнии там если тратить тортнешь то просто не все могут поехать там в данном случае там женщина замужем и у нее муж тут работает он как бы не может никуда ехать поэтому про другие штаты не знаю но вот про калифорнию такая интересная история и я знаю что у нас много ребят из соединенных штатов нас смотрят процентов так где-то 8 то есть от наших 70 тысяч подписчиков это будет так пять с лишним тысяч поэтому ребят если вы живете в других штатах и вы что-то знаете на эту тему напишите в комментариях то есть если скажем она работает если есть работа и все нормально еще одно если нет тоже потому что я понимаю что в сознании большого количества людей за много лет уже как-то вот это все устаканилось и они люди вот там и пойдут вот этим заниматься в то время как уже на самом деле там вся эта оппортюнити куда-то девалась поэтому было бы очень интересно если нам удалось коллективными усилиями исследовать этот вопрос счастливо